Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня гость нашей программы Ольга Георгиевна Шипак, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени Ивана Александровича Гончарова. Одним из ярких событий 2022 года для Ольги Шипак стало путешествие по дорогим ее сердцу местам, описанным в романе «Тарбогатай». И Ольга Шипак расскажет нам об этом незабываемом путешествии. Дорогие друзья, мы сегодня с вами совершим очень интересное путешествие по нескольким географическим точкам. Из Ульяновска в Москву, в Ярославль, в Белоруссию и в Забайкалье, на сам Байкал. Эти географические точки описаны у меня в романе «Тарбогатай», а само путешествие я изложила в очерке, который опубликован в декабрьском номере журнала «Симбирск». И мы вместе отправимся в путешествие. Путешествие – это необычное. В сентябре 2022 года прошли съемки документального фильма «Тарбогатай. Дорогами любви» по роману «Тарбогатай». Они проходили при поддержке президентского фонда культурных инициатив и затронули большой промежуток времени. И мы фактически, благодаря этим съемкам, совершили путешествие из XX века в XIX, XVIII и XVII века. Это было необычайно интересно. Итак, мы садимся в Москве в самолет и летим рейсом «Москва-Улан-Удэ». Это Бурятия, столица Бурятии. Рейс ночной. И у этого рейса есть своя такая специфика. Очень интересный факт. Кто летает часто, тот об этом знает. И я, конечно же, часто летала на свою родину раньше. И знаю, что в какой-то момент ночь съедает день. Ведь разница между московским временем и забайкальским временем – 5 часов. И почему-то в небе, я не знаю, как объяснить это явление, но происходит как будто столкновение ночи и утра. Если мы на земле рассвет наблюдаем медленно, постепенно, рассеивается свет, и темнота как бы расступается, то здесь какая-то точка внезапная. В темноте вспыхивает яркий такой огонек, и он начинает быстро разливаться, вот этот свет начинает разливаться по небу. И те, кто часто летают, они обычно в этот момент смотрят в иллюминаторы. Все прикасаются вот к этому стеклу иллюминаторов и ждут этот волшебный момент. Потому что ночи, по сути, нет. Мы вылетаем, вылет в 22.40, и уже в скором времени, через 2 часа полета, уже происходит вот это явление. И, наконец, Байкал. Это тоже, как только наступает рассвет, дальше уже люди не спят, они ждут встречи с этим волшебным местом. Я летела с коллегами, они в первый раз летели на Байкал, и мне было вообще волнительно тоже, как они воспримут эту красоту, поймут ли, почувствуют ли это. Конечно, из иллюминатора не так много увидишь, но все-таки даже не сам Байкал в этот момент поражает воображение. А когда самолет уже, он уже от Иркутска начинает постепенный спуск вниз, начинается такая медленная посадка, и мы видим перед собой, когда уже из облаков ты выходишь на свет Земли, мы видим дельту Селинги. И, наверное, то описание, которое я делала в романе «Тарбагатай», оно, скорее всего, наверное, больше связано вот с тем впечатлением, которое оставляет Селинга. Ее дельта широкая, с такими несколькими огромными рукавами, сильная. Ну, конечно же, и Селинга навсегда присутствовала в моей жизни, потому что как только лед сходил с Селинги, она впадает в Байкал, и это, в общем-то, сначала она берет начало Монголии, а потом уже ближе к Байкалу она проходит между хребтами, и набирает силу. И это очень сильная такая, могучая река, многоводная, шумная. И этот образ Селинги, он у меня сложился с детства. Я ее тоже... Вообще все, что там, что связано с природой Забайкалья, оно воспринимается одушевленными, такими, как одушевленные существа. Для меня с детства и Уда, и Селинга, и все озера, их множество в Забайкале. Кроме Байкала, там множество красивейших мест, озер. И все это воспринимается как живое. Может быть, поэтому и родился вот этот отрывочек. У Байкала жен 336, старшая из них река Селинга. Громкоголосая, рослая, бесстрашная, чуть что не по ней холодным восточным ветром устремляет свой гнев на всемогущего мужа. И Байкал все терпит. Крутой нрав у Селинги, подпираемая отрогами Хамар-Дабана, устремляется она в ущелье и показывает свой буйный характер. Много историй и легенд хранят воды Селинги. Могучая река могла бы рассказать о великой столице уйгурского Каганата, Харабалгас, о своенравном сыне, великом Чингисхане и мужественном народе, заброшенном царской волей за Байкал-море четверть тысячелетия назад. От западных границ России до берегов Селинги прошел тот народ, заселил дикие степи и горы, разделал землю, посеял хлеб и пронес через века свою веру. Народ, о котором здесь идет речь, это мои предки. Я, наверное, все-таки сделаю маленький экскурс такой во времени, заранее, чтобы было понятно, о чем идет речь, о ком идет речь, что это за такие семейские забайкальские, о которых я пишу и рассказываю об этом роде за 300 лет. Всем известно, что такое раскол, и начало его восходит к середине 17 века, это 1953 год, когда первый указ Никона вышел. Тогда царь Алексей Михайлович поддался на уговоры патриарха Никона, но это не было какой-то такой прихотью, что ли, патриарха. На самом деле, когда глубоко копаешься в этом вопросе, начинаешь понимать и узнавать, что раскол был подготовлен. Да, было принято решение служить по образцу греческому и отказаться от некоторых правил и от некоторых нюансов апостольского слова. Но на самом деле инициаторами этой церковной реформы были католики. А Алексей Михайлович поддался на это дело, когда ему посулили имперские такие планы, имперское будущее. Сам Никон видел себя патриархом всего мира, а не всея Руси. И дальше произошла, я считаю, национальная катастрофа. Почему национальная катастрофа, я, наверное, все-таки в конце об этом скажу. Итак, когда со старобрядцами было покончено, они ушли из Москвы, и многие духовные лидеры были уже казнены, мало кого осталось, и замучено голодом Феодосия Морозова, боярине Морозова, и сожжен в огне протопоп Аввакум. Но его, кстати, духовный отец, боярине Морозовой, остался жив, Дьяк Казьма, и он инициировал уход вот той элиты, духовной элиты, из Москвы на южные рубежи России. Они ушли в Стародуб, но Софья, она была тогда регеншей при малолетних царях, она издала указ, по которому нужно было ловить всех старобрядцев по всем лесам, по всей России, и на юге, в частности, России, и казнить, отрубать головы и так далее. Значит, вот эта часть людей, которая ушла с Казьмой, они пересекли границу и оказались на территории Речи Посполитой. Ныне это Гомельская область, ветка, и там они создают свою Московию. И вот что интересно, выражение «москаль», оно вот именно родилось тогда и там, в ветке. Дело в том, что сами себя эти люди, беженцы из Москвы, назвали «москали». Почему? Потому что они решили сохранить апостольское слово вот на новой территории. Они не боролись уже, они не выступали против власти, они создали свой уголок Московии. Причем первое поселение Слобода-Ветка, которое сейчас существует, она строилась по образцу Москвы. И как вы думаете, как называлась главная площадь в этом городе? Конечно же, Красная площадь. А потом новые Слободы стали возникать. Ярославская, Суздальская и так далее. все по образцу русской старины. И там же сохранялась и вера, и русский старинный наряд, и старинные книги. А на что это все строилось? На какие средства? Вот у этой элиты были деньги, они пришли не с пустыми руками. А дальше они приняли решение создать общину, и в том числе всю прибыль, и общинные деньги откладывать. И вся прибыль, которая шла с торговли, а торговля очень широко развивалась, она, поскольку здесь река Сош, она впадала в Днепр, и дальше Черное море, и янтарь продавалась за рубежи Черного моря, и хлеб, конечно же, и многое другое. И вся прибыль, со всех трудов, много было мастерских, вкладывалось в строительство православных церквей. И вот представьте себе, польско-литовское государство в течение ста лет превращается в православное государство. Со множеством церквей, монастырей и красивых городов. Мы возвращаемся с вами, я специально сделала этот экскурс в историю, потому что все-таки старобрядцы были выселены, уже Екатериной Второй, за Байкал море. А почему? Анна Иоанновна пыталась сделать это в 1736 году. Но этот разгром произошел, и сожжено очень много было, и книг много было сожжено, и городов, и храмов. Но все-таки они опять из пепла все восстановили, кто остался. Очень много было погибших людей, они восстановили из пепла это все. Но Екатерина Вторая, мудрая очень императрица, она решила вопрос этот кардинально поменять вот эту ситуацию. Было принято решение о переселении, и она посулила старобрядцам пособие денежное, они должны были перебраться, ну, приказом царским, тут они ничего не могли сделать, конечно, никто не хотел уезжать с этих мест. Но их переселили за Байкал-море с какой целью? Для того, чтобы помочь возделывать земли, потому что основное население буряты, земля русская теперь уже за Байкалом должна была оставаться в границах российского государства, казакам нужен был хлеб, сами они, воины, не могли выращивать хлеб, буряты занимались животноводством, это овцы, хлеба не было в Забайкале. А как вырастить хлеб в таких климатических условиях, когда летом засуха, жара плюс 40, зимой минус 40, и земля – это сплошные камни, но делать нечего. Мои предки – это семья из 42 человек, прибыли в Селингинский острог, и все переселялись семьями. И они получили так называемое назначение в село, маленькое село, там было несколько сибиряков, в основном казаки, в Тарбагатай. И вот представьте себе, через 50 лет, даже еще раньше, о чем свидетельствуют декабристы, вот на этой земле сплошные камни, летом засух, повторяю, мороз, зимой, вдруг расцветает пшеница, рожь, культуры, которые никогда не возделывались в Сибири, гречиха, даже томаты, картофель. И когда декабристы увидели вот то, что там вдруг появилось, они были потрясены, и об этом осталось очень много воспоминаний, можно почитать воспоминания о Тарбагатай, в частности, Розена, и Тарбагатай уже посвящена поэма Некрасова «Дедушка». Вот об этом народе, который сумел вот это создать. Вот почему и писался этот роман, и вот почему собственно и съемки были организованы для того, чтобы разобраться, а в чем секрет собственно вот этой общины, вот этого устройства, какого-то особенного устройства, которые и люди даже при большевиках оставались на особом положении. Они не бедствовали никогда. Не только в ветке, но и в Забайкалье они жили достаточно богато. У моего деда было 18 дойных коров, 25 голов крупного рогатого скота в одной семье. При этом еще плюс стадовец, свиньи, кур и так далее. И в общем-то остальные жили подобным образом. И вот мы с вами тоже скоро окажемся на этой земле. Мои коллеги вначале удивились, что это за странные такие вот хребты, похожие на морщины. Я сравниваю это с морщинами старухи-матери, Чингисхана, они, правда, вот эти монгольские, если к югу ехать, а то Лануде. такие горы, переходящие в степь, покрытые редкими соснами, а чуть дальше, севернее, уже идет, начинается богатая тайга к Байкалу. Эти люди и сегодня живут особенной жизнью. Посмотрев город Лануде, мои коллеги, конечно же, обратили внимание в первую очередь на площади достопримечательность города, большой памятник нашему вождю Владимиру Ленину. Но не во весь рост, как это в других городах, а это огромная голова на такой усеченной шее, достопримечательность и, в общем-то, Ленин, глаза Ленина похожи на глаза местных жителей Бориатов. Очень красивая площадь, мой любимый театр. Это тоже особенность. Для меня, например, главная достопримечательность города Улан-Удэ это театр оперы и балета. Он начал строиться еще до войны и, в общем-то, достаточно мудрая была национальная политика. Мы сегодня много говорим об СССР в связи со столетием СССР. Так вот, уже в 1939 году основная часть театра строилась по проекту Большого театра. Это огромнейшее здание. Да, уменьшенная по объемам копия. Но все-таки это большая такая большое строение, и те же кони наверху, и вспомогательные помещения очень красивые. Мое детство прошло в этом театре, я его очень люблю, и, конечно же, я бросилась сразу же в театр, пыталась купить билет на Лебединое озеро, билеты раскоплены были за месяц вперед. Вот такая популярность этого театра. Но на следующий день, рано утром, мы отправились в село Ягодное. Это родина моего отца. Дед мой родился в Тарбогатае. Там мои предки 200 лет прожили в Тарбогатае. Из этой маленькой семьи образовалась огромная семья. Это уже если брать нашу только фамилию, это несколько тысяч Чугуниных выросли в Тарбогатае. Но земли не хватало. Повторяю, земля каменная. О тайнах земледелия я еще скажу немножко. Но все-таки о главном прототипе героя этого романа хочу сказать о дедушке Иларионе. В 17 лет он принимает решение взять землю, необетованную землю, и можно было взять заимку в аренду и возделать эту землю, потому что там в Тарбогатайском районе уже не хватало земли на всех жителей. И он идет туда. И он один практически ставит дом на берегу красивейшего озера, Щучье озеро. Он его назвал сам. Щучье озеро. Это район Загустайских озер. Там восемь озер. Они все прекрасны, они все интересны. Но Щучье озеро и недалеко 18 километров Гусиное озеро, они по-моему особенные. если рассматривать природные их особенности, они с подводными водами связаны с Байкалом. Местные жители утверждают, что если, например, кто-то утонул в Байкале рыбак, кстати, в основном Байкал мощными водами во время шторма выбрасывает самые тяжелые даже вещи со дна своего озера, он не оставляет ни лодок, ни моторов, все выбрасывается на берег, и тела погибших тоже. Но иногда тела погибших находят на берегу гусиного озера, те, кто погиб на Байкале. Это очень трудно объяснить, какие же там вообще воды проходят, что их связывает под землей эти озера, что даже утопленников находят за 100 километров от Байкала. Ищучье озеро такое же красивое очень озеро, чистейшая вода, абсолютно прозрачная, но на южном берегу оно не такое глубокое, как остальные озера, и как Байкал. И это песчаное дно прогревается, поэтому там всегда очень много туристов. И в настоящее время, когда мы приехали, мы увидели, что, к сожалению, нет уже, мало очень домов частных осталось. Их выселили нынешние коммерсанты, которые строят там дома отдыха и турбазы. А чуть позже, после того, как дед поставил дом на Щучьем озере, пришли другие торбогатайцы, родственники, конечно, ближайшие родственники наши, которые поставили чуть ниже, вернее, создали село, деревню чуть ниже Щучьего озера, и образовалось село Ягодное. Сейчас там проживает моя двоюродная сестра, она хранительница очага, она хранительница могилок, и она же хранительница древних традиций. Девушки отдыхают,